А еще два слова коснусь таких ошибок. Чуть раньше я сказал, что на уровне тела начинающие могут выпускать ошибки по правильности выполнения. И хастрика подразумевает ритмичное быстрое дыхание. Следовательно, новичок может сделать ошибку с неправильным исполнением дыхания. И у него будут возникать полученные эффекты его окружения. Или еще какие-то нервные состояния. Этого надо избегать и сразу же пресекать, как говорится, на корню. Почему это возможно? Все очень просто. То есть мы говорили о гипервентиляции. И бояться надо гипервентиляции, которая связана с большим объемом дыхания. То есть если мы слишком медленно и глубоко дышим, как раз мы не получаем спазмирование сосудов. И наша нервная система сразу же быстро регирует. Наши периферические и центральные химорецепторы регируют на вот это изменение газового состава и отсюда вот эти побочные эффекты. Поэтому, как ни странно, в хастрики надо использовать достаточно быстрый режим дыхания, который приводит автоматически к малому объему дыхания. Чем меньше объем дыхания, тем меньше побочных эффектов. Но это не должно идти в ущерб. То есть скорость дыхания выбранной не должен вести в ущерб техники выполнения. Итак, начинающий уровень. Скорость дыхания. Это, как правило, предъявлено паттерн вдоха-выдоха. Вот такой объем дыхания. Причем я дышу немножко даже больше, чем малообъемно. Достаточно глубоко. Это просто как показать, как работает дыхание мускулатура. Новичок может дышать в меньшем объеме и немедленнее вот этой скорости, которая была показана. То есть полторы, одна, семьдесят пять секунды вдох-выдох. Далее надо уже выходить на достаточно средний уровень. Средний уровень это, то есть это уже состоялся в практике немного. Это где-то одна секунда вдох-выдох. Это выглядит так. Плюс-минус. Может быть, чуть быстрее я дышал. И более продвинутый уровень. Здесь нет ограничений. Обычно на своем обучающем курсе я так и говорю, что есть начальный, есть средний, есть продолжающий продвинутый уровень. Не очень хороший, что было продвинутый. Давайте продолжающий использовать. Так вот, на последнем уровне там нет ограничений. Это вы уже полностью регулируете и смотрите, как работает ваша дыхательная система и организм. И поэтому здесь это вопросы индивидуальные. Абсолютно. По времени начинающий количество толчков может ограничено быть 10-15. То есть вот вдох-выдох это раз, да, соответственно. И вот таких вот толчков будет 10-15. Все мы разные. Все по уровню зашлакованности, по уровню энергетики, по уровню тела. Все мы разные. И поэтому здесь надо быть очень аккуратным. Повторяюсь, потому что такая активная практика может очень сильно вторгаться в капиллярную систему нашего мозга. Средний уровень. Здесь мы уже можем дышать и 20, и 30, и 40 толчков. Вдохов-выдохов. Дне сторонник увеличивать и торопиться количеством этих толчков. Продолжающий уровень снова здесь нет ограничений. Но, ну как нет, они есть эти ограничения. Я об этом сказал в самом начале. Как правило, мы все равно ограничиваемся одной-двумя, может быть максимум, тремя минутами дыхания. Больше дышать не рекомендую, потому что все равно, скажем так, нету того эффекта. И забегая вперед, про внутреннюю работу второй части, забегая вперед, скажем, что на самом деле у продолжающего практика уровня уже не стоит как таковая задача внешнего дыхания. Это все идут уже работа только с промоцинарами. И поэтому продолжающий может сделать 15-20 вдохов-выдохов. И ему этого вполне достаточно. Большое заблуждение школ, которые идут в свои практики, руководствуясь своей практикой, в свои практики именно наставлениями каких-то учителей 50, 100, 200 и так далее летнего возраста, исторически, да. Ну, я скажу так, пытайтесь более глубже исследовать, зачем дается практика. Это не внешнее дыхание, это не какие-то замки, это не какое-то там значимость показать, что вы можете долго и много дышать. Абсолютно нет. Это работа абсолютно внутренняя, это работа с энергией и количество дыхания здесь абсолютно на последнем каком-то месте. Так, что у нас еще? Цели и задачи, да, активизации социального канала, я это сказал. Ну, наверное, сейчас я предложу вам, собственно, посредственно саму практику. То есть, я выполню дыхание, я уйду в задержку. Все как обычно, здесь ничего нового. Вход в задержку после вдоха, верхний замок, нижний замок. Да, здесь вот важный момент. Значит, что мы делаем, когда входим в задержку дыхания? Мы делаем следующую штуковую. У нас есть с вами диафрагма, у нас есть с вами живот. И когда мы дышим, когда входим в задержку, точнее, мы двигаем купол нашей диафрагмы вниз. Тем самым чуть-чуть будет выдвижение стенки живота вперед. Вследствие движения диафрагмы. Это очень важный момент. У нас встречается мула-банха и диафрагма. И тем самым мы как раз и собираем удерживаемую энергию в волосе свастхары. Это свастхара зона, да? Это свастхистана центр, лобковая кость и два пальца ниже пупка. Соответственно, вот эта зона, где плавится наша мула, наша прана огненная. И вот эту энергию, эту прану мы спрессовываем, сжимаем. То есть для того, чтобы, собственно, во время задержки и при выходе из задержки как раз и происходила вот эта трансформация, сублимация. То, что я называю грубой праной, переход ее в тонкую прану. Для как раз работы внутреннего плана. Еще раз. Мы дышим. Дыхание у нас. Живот-грудная клетка. Живот-грудная клетка. Так как мы будем дышать быстро, будет создаваться ощущение, что движется с раму вся мускулатура и живота, и середины, и верха. Но если раскладывать теорию, то дыхание выглядит следующим образом. То есть а-ля полу-игурское дыхание, но только очень быстро. Это секунда. И мы не стремимся удерживать вот эту правильную какую-то волну. Это непростое дыхание. Поэтому я сразу сказал, что бхастака непроста. Если человек начинающего уровня попадает, например, в групповую тренировку, и это не индивидуальный подход, и он вынужден быть в составе, решать в составе группы, Поэтому иногда преподаватель, лично про себя говорю, может сказать и подойти к этому человеку, дыши грудью, не используя вот эту вот волну, не используя вот это вот обоюдное движение сразу всей мускулатуры. Потому что иначе, если он будет пытаться управлять животом, диафрагмой и всей мускулатурой, он будет дышать головой, а не телом, это будет ломать его технику, это будет уводить его от предназначения, от той внутренней работы, которую он делает, и так далее, и так далее. То есть он будет включать слишком много головы в этом процессе. Этого нам не надо. Поэтому можно позволить ему дышать грудной клеткой, и потом доказать ему ошибки, отправить на домашнюю работу, и так далее, и так далее. Это уже нюанс. Итак, живот-грудная клетка. Живот-грудная клетка. Выдох. Это, как правило, сразу же возвращение всей мускулатуры, расслабление всей мускулатуры. И никакой волны здесь, как полон дыхания, абсолютно нет. Давайте я покажу практику. Это будет более наглядно. Я начинаю начинающий уровень, средний уровень, продолжающий уровень. Потом, в конце, когда я хочу уйти в задержку, я замедляюсь, возвращаюсь на спокойный режим дыхания, для того, чтобы расслабить мою верхнюю систему, и пойду в задержку дыхания. Продолжение следует... 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 при выходе из обижки, то каскадная бхаз-крика подразумевает, что мы сначала эту энергию прану, грубую прану, мы собираем в своем котле, готовим ее, варим, приготовим эту прану, для того, чтобы выпустить центральный канал в конце криги. Я использую каскадную бхаз-крику, это то есть несколько циклов повторений. И каждый раз, количество толчков в дыхательных пантерах в этих циклах становится все меньше и меньше. И длительные задержки тоже будут регулироваться. Об этом очень поздно. Мы можем подышать 15-20-30 толчков, уйти в задержку. И мы удерживаем энергию во время задержки. Дальше мы корректно, спокойно снимаем верхний замок, нижняя психическая банка, все нижние психические банки, тоже в предыдущих уроках. Смотрите, в предыдущие уроки о таком термине, понятии, как психическая банка, который мы используем в нашей школе, тоже об этом скатываем. То есть это легкая иннервация, коротко, да, для тех, кто не смотрел, легкая иннервация нашей премьерной точки шейки матки или предстательной железной. То есть иннервация группы этих мышц не убирается нижней банка в процессе повторения циклов в каскадной хастрике. То есть мы продышались, удержали иннервы, сняли верхний замок, еще раз продышались, чуть меньше, может быть, толчков, снова задержка, снова работаем с энергией. Итак, 3, 4, 5, максимум 5 таких подходов циклов в этой каскадной хастрике мы используем. И последняя задержка уже является, собственно говоря, на выходе, на выдохе кринии. Вот это более продолжающий уровень, скажем так. Для начинающих достаточно подышать одним циклом, запустить работу центральный канал и это тоже уже будет здорово. Длительный задержка. Сугубо индивидуальные вещи. это всегда изначально было и будет. У всех свои длительные задержки. Но очень важная рекомендация это не передерживайте задержку. Такой нюанс. Нюанс в том, что в хастрике после задержки мы пролонгируем выдох. И этот выдох на продолжающем уровне выполняется режимом уджая выдоха. мы шипим и пропускаем свой выдох в режиме джай. Так вот, чтобы у вас получился качественный и немножко удлиненный выдох, нам надо не передержать задержку. Нам надо и не передержать, и не передышать, не перенапрячься, и не передержать задержку, чтобы не скомкать выдох. На это тоже обращаем внимание. В хастрике такая, ну скажем так, назовем это энергозатратная практика, поэтому длительность задержки даже у продолжающих после в хастрике, как правило, всегда меньше, несмотря на то, что она на вдохе, она всегда чуть меньше, нежели, например, задержка после выдоха в капалахате. Это для продолжающих это уже не парадокс. Это еще раз, есть теория, есть практика. Так вот, подразумевая, что кто-то даже, как говорится, вскинет брови, услышав это еще раз, после капалахате задержка на выдохе по времени дольше, нежели задержка на после вдоха в хастрике. Это элементарная физиология. Ничего здесь супер удивительного нет. Подводим итог. Каскадная хастрика. Или начинающий упраздник. Скорость, ритм, количество толчков, качественные банки, работа диафрагмы живота, работа всей дыхательной мускулатуры при дыхании. Основной акцент на внутреннюю работу, качественный выход из замешки с пролонгированным выдохом. И дальше, после выдоха, начинается самое главное. Если я специально сделаю значительную паузу. все, что мы сделали здесь с праной и пропустили эту энергию в центральном канале, это качественно другая энергия, качественно другая прана. То, что я называю тонкой праной. Ну, что ж, на этом этот урок, я думаю, не закончен. Хотя, я хотел уделить внимание только внешним аспектам, но так получилось, что немного заскочила внутренняя работу. И более детально, что-то повторив, я, естественно, озвучу во втором уроке про хастег-кор. Добро пожаловать!